Работает информационная служба канала АРТВА и в студии Сергей Кения. Здравствуйте! И сейчас в мире. Вооруженное противостояние Израиля и боевиков Хамаса продолжается. Сегодня вновь была предпринята попытка обстрелять Тель-Авив. Ракету, выпущенную из сектора газа, сбила система «Про железный купол» над южной окраиной города. Иерусалим в долгу не остается. Число жертв авианалетов в секторе газа идет на десятки. Ситуация должна сегодня стать предметом обсуждения в Совете безопасности ООН. За конфликтом следит мой коллега Владимир Нанянц. Генсек ООН намерен проинформировать Совет безопасности о тревожной и изменчивой ситуации на Ближнем Востоке. АСАВБЕС собирается дать оценку военным действиям, которые уже ведутся израильской армией против боевиков Хамаса в секторе газы. Пангимон время не терял, провел консультации с мировыми региональными лидерами, в том числе с израильским премьером Беньямином Нетаньягу, главой палестинской администрации Махмудом Аббасом, госсекретарем США Джоном Керри, президентом Египта, королем Саудовской Аравии и эмиром Катара. «Газа находится на острие ножа. Я осуждаю ракетные обстрелы по территории Израиля. Такие нападения неприемлемы и должны быть прекращены. Я также настоятельно призвал израильского премьера-министра Беньямина Нетаньягу проявить максимальную сдержанность и соблюдать международные обязательства по защите гражданского населения. Я осуждаю рост числа жертв среди гражданского населения в Газе». Ранее израильский премьер пообещал, что удары по Хамасу будут активизированы, а боевики заплатят высокую цену за ракетные обстрелы. И эта цена уже высока. Палестинские официальные лица заявили о гибели нескольких десятков мирных граждан. Причем половина жертв – женщины и дети. На этом фоне Израиль начинает разъяснительную кампанию. Министр иностранных дел Авикдор Либерман направил обращение главам внешнеполитических ведомств всех стран, с которыми Израиль поддерживает дипломатические отношения. В своем письме он разъяснил под оплеку происходящего сейчас в стране и причины начала контртеррористической операции «Нерушимая скала». Глава МИДа подчеркнул, Израиль сделает все необходимое для защиты своих граждан и ожидает от международного сообщества поддержки права еврейского государства на самооборону. Как сообщает в пресс-службе Цахала, с начала нынешнего конфликта на территории Израиля разорвались 234 ракеты. 61 реактивный снаряд был сбит системой ПРО «Железный купол». В среду боевики Хамаса установили рекорд дальности – 140 километров. Ракеты, выпущенные из газы, были сбиты к югу от Хайфы. Я видел что-то вроде ракеты. Она упала прямо на заправочную станцию. Я был возле здания, мне было страшно. Поэтому я укрылся в подвале, а затем прибыла израильская полиция. В ответ на ракетные обстрелы армии обороны Израиля в рамках операции «Нерушимая скала» нанесла удары по примерно 600 целям в секторе газы. Сообщается о ликвидации командира Северной бригады исламского джихада. Начало противостояния предшествовала история с похищением 12 июня трех израильских подростков. 30 июня их нашли мертвыми. Власти еврейского государства возложили вину за гибель юношей на Хамас. Ситуация усугубилась на прошлой неделе, когда были обнаружены останки палестинского подростка, похищенного и сожженного заживо еврейскими радикалами. С тех пор число жертв растет в геометрической прогрессии. Конца кризису пока не видно. В Иерусалиме заявляют, что операция «Нерушимая скала» будет длительной. Владимир Унанянц, RTVI Кровавая драма развернулась в пригороде американского Хьюстона, штат Техас. В результате бойни в частном доме в округе Харрис погибли шесть человек, в том числе четверо детей – мальчики 4 и 14 лет и девочки 7 и 9. Также были застрелены двое взрослых – мужчина и женщина. Полицию вызвала 15-летняя девочка, получившая серьезное ранение в голову и госпитализированная в критическом состоянии. Убийцей оказался отец детей. По предварительной версии, трагедия произошла из-за домашней ссоры и проблем в семье. Мужчина арестован. Он сдался полиции после переговоров, длившихся около двух часов. За это время преступник несколько раз приставлял к своей главе пистолет. Несколько дней назад в Хьюстоне произошел еще один инцидент. Во время Карибского фестиваля неизвестный ранил четырех человек. Задержать преступника пока не удалось. США и Китай намерены продолжить сотрудничество в военном секторе и в сфере борьбы с терроризмом. Такое заявление прозвучало сегодня во время завершения ежегодных переговоров между представителями Вашингтона и Пекина. Американскую делегацию возглавляли госсекретарь Джон Кэрри и министр финансов Джейкоб Вью. А китайскую – вице-премьер Ван Ян и советник госсовета по иностранным делам Ян Цзэ Чи. Отношения двух стран сегодня переживают определенные сложности. Связаны они в частности с конфликтами между КНР и восточно-азиатскими союзниками США, а также с обвинениями в адрес Пекина в киберпреступности. Впрочем, обе стороны выступают за создание новой модели отношений между США и Китаем и заявляют о необходимости конструктивного урегулирования разногласий. Строительство новой модели отношений между Китаем и США требует от нас уважения друг к другу, честности. Мы будем твердо придерживаться мирного пути развития. Надеемся, что США будут рассматривать развитие Китая с открытым сердцем и с рациональной и объективной точки зрения. Думаю, это действительно хорошая идея. Как мы уже говорили, ключ к отношениям, ключ к строительству общего будущего в том, чтобы научиться эффективно использовать наши различия на благо сотрудничества по наиболее важным проблемам. Украина стягивает войска границы с Крымом. Такую информацию распространяют сегодня российские СМИ. По их данным, в Херсонской области замечено движение бронетранспортеров, а также зенитно-ракетных комплексов ОСА и систем залпового огня ГРАД. В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что дополнительного наращивания военной техники в регионе нет и никаких боевых действий не планируется. Комплексы залпового огня прибыли в область на учение и покинут ее в течение суток, заверили военные. Что же касается востока Украины, там боевые действия продолжаются. Донбасские сепаратисты, вытесненные военными из большей части населенных пунктов, утверждают, что в ближайшее время планируют контрнаступление. По информации Киева, ополченцы обстреливают военных из реактивных установок, устраивают засады и минируют дороги. Сообщается, что на фугасе подорвались украинские БТР и БМП. Есть жертвы. Что ж, на этом пока все о развитии событий. В следующем выпуске я не прощаюсь.